всем привет дорогие друзья с вами а палач широко и это не обзор не летсплей и ничего такого короче сейчас 2021 год до после той истории с курортом парадайз прошло целых три года ну да ладно я сейчас сдал все экзамены ну как результатов я пока не знаю они еще через две недели только будут и как ты я не знаю чем не сейчас заняться поэтому решил пойти на какую-нибудь заброшку дальнюю и самую старую до странно решение знаю но мне почему-то хочется не знаю почему но что-то захотелось что это за заброшка честно по некий есть куча легенд о том то что там находится какая-то секретная лаборатория тоже там про выращивали каких-то мутантов или создавали каких-то супер солдат короче да типичная история про какую-то самую старую заброшку но я в принципе готов взял с собой еду воды еды оружие power bank для камеры бензин для зипки саму зипку ну и конечно же я взял с собой меч он сейчас на мне сейчас я его достану вот он кстати я поискал какую-нибудь информацию по этому кровалого красному клинку и нашел только странные записи на непонятном мне языке я еще пытаюсь разобраться в них но пока как-то не очень как только разберусь а я вам об этом сообщу но да ладно пора выдвигаться путь не близкий поэтому я наверное сейчас камеру выключу а то пауэрбанки хоть и есть но хрен знает насколько и хватит и насколько хватит самой камеры поэтому увидимся уже на месте ребят заявляю официальная ребят я так заколебался чтоб вы понимали я выходил ранним утром ну если я все правильно помню часов 6 может быть 7 а сейчас уже закат охренеть я долго добирался до этого на фотках была крыша но видимо она слетела либо прогнила настолько что ее просто не стало а либо своровали тоже как вариант но мозг кстати говоря неплохо сохранился я думаю будет хуже ладно надо смотреть дом так как обратно идти не вариант ночевать я буду здесь да уж такой себе домик но виду то что его домики часто посещают так как как бы холодильник стол кухонный ну и в принципе да ладно надо побыстрее проверить так как я еще собираюсь в другое место окей ладно я сейчас собираюсь в пещеру что это за пещера как бы вам так быстренько рассказать пока тут еще светло но этот уже плохо сохранился короче вкратце этот дом принадлежал одному мужичку который жил с семьей жена и двое детей а этот мужик настолько сильно работал что прокормить себя и свою семью что решился пойти в пещеру просто добыть уголь и продать его хоть чтоб хоть как-то подзаработать в итоге он туда спустился нашел уголь и железо даже золото несколько там грамм по-моему даже килограмм писалось в статье нашу находил разбогател кормил семью и в один из заходов он не вернулся произошел обвал вот и тут на разных сайтах есть разделение групп людей кто-то верит то что он умер кто-то верит то что его забрали в тайную лабораторию так давайте все таки зипку достану вот она той темно капец отлично вот тело как бы не было найдено когда обвал расчистили и поэтому либо он умер и его тело просто раздробило камнями хотя тогда нашли какие там остатки крови и так далее либо его куда-то забрали обе теории мне кажутся в принципе достойны на существование но да ладно пора выдвигаться получается последний раз как как это сказать правильно короче в конце небольшого туннеля который удалось расчислить поставили каменную фигуру вот она собственно говоря вот он спуск фигура находится в принципе не сильно глубоко так что до минут за две-три справимся я надеюсь то что я смогу проползть пора ползти с портфелем потому что я уверен мне придется там ползти честно стрёмно капец потому что тут нету никаких подпорок и так далее все может просто рухнуть в один момент так что лучше ничего не касаться слишком сильно а вот и где ползти так а я не закончил рядом с этой фигурой всегда короче поставили тарелочку и любой кто посетит скажем эту могилу должен там оставить что-нибудь в честь уважения и благоприятия на выход из этой мини пещеры вот вот и я туда направляюсь чтобы заснять это и и проявить дань уважения или как так сказать правильно опять ползти надеюсь я уже близко то атоме как-то ссыкотно я тут с портфелем с мечом не дай бог до кастусь на чего-нибудь тут можем стать и все и обвал а вот и так понимаю и эта каменная фигура ну да на человека похоже так ладно надо сейчас как-то и камеру удержать и зипку в одной руке ну ка отлично так у меня где-то тут было печенька вот она вот ну чтож хоть я тебя и не знаю и не знаю умер ты или тебя похитили какую-то тайную лабораторию я как-то я хочу выявить свое уважение такому человеку как ты который заботился своей семье и трудился не покладая рук если ты умер надеюсь ты на небесах а если же тебя похитили надеюсь ты как-то выбрался и прожил остаток своих дней счастливым держи ладно так надо поменять обратно ладно я пошел так сейчас надо будет добраться до хижины расстелить спальный мешок и думаю у меня с собой есть хлеб и шашлык ну как стейк я б так сказал небольшой свинина и есть также курятина хочу пожарить лечь спать и на следующий день уже выдвигаться обратно домой да наверное так и сделаю возможно еще включу запись возможно нет хрен его знает в любом случае надо же как назвать наверное этот проект проект заброшки это уже будет звучать как как будто я какой-то пародию на дима масленникова делу как бы назвать то этот проект это мини путешествие проект забытые не знаю предлагайте свои варианты в комментариях ребят ладно я здесь я наверно включусь когда буду жарить мясо не знаю с вами как-то поболтать а то одному будет скучно ей стремновато полнолуние ладно увидимся через минут 15 наверно до через минут 15 в общем то я сделался небольшой костерок я уже успела мясо пожарить на нем последний отдаем и пойду спать честно я ожидал от этого места чего-то большего да ладно это немножко меня как-то растормошило и как-то даже забыла грусть делала тоске об этих экзаменах хреновых да ладно так хотя завтра доедем ладно он догорит в принципе можно и уходить я можно в принципе и затушить полностью сломав так что а ну-ка уж ну или так ладно а распать я мечтал об этом весь чертов день вот она моя вип-ложа ладно включусь утром наверное ребят а пока пожелайте мне пожалуйста спокойной ночи давайте в общем то говоря ребят какая-то хрень происходит я щас проснулся от очень очень странных звуков чтоб вы понимали как это примерно слышится представьте себе очень старого человека который крик идя кряхтит и под ним находится слизь примерно так это можно описать да знаю звучит странно но вы сами только что их сейчас слышали и звуки оттуда со стороны пещеры ладно свет включать не буду на всякий пожарный но у меня есть меч так что погнали проверим так ну ка я никого вроде не видно может мне все таки причудилась что это такое что это что черт я надеюсь я не увидел на правую сторону пещеры черт возьми что это нахрен такое сейчас было и